Конкурс! Найди в этом видеоролике Билли Айлиш и у тебя будет шанс выиграть 500 рублей. Ну и конечно же лайк, подписка на канал инстаграм и любой коммент. А мы начинаем. У нас сегодня классный бокс, это офигенная коробка, посвященная, наверное, не то чтобы в мире самой популярной, а даже в Казахстане. Ладно, прикалывался, это Билли Айлиш, у нас сегодня бокс с её мерчем, вот такой I'm bad the guy. И ставь лайк, если хоть раз слышал, кто такая Билли Айлиш, и ставь дизлайк, если рад, что июнь так быстро пролетел, и вообще хочешь, чтобы лето пролетело, капец, как быстро, есть ли такие сволочи среди нас. Посмотрим, кого больше. А у нас сегодня вот такая замечательная коробочка, она немножко помятая, прям из... Это I'm bad the guy Билли Айлиш. Но ты не готова, ай-яй, я хочу тебя поцеловать, но ты не готова, Билли Айлиш. Первым делом, как всегда, по традиции, мы начинаем с постера. Это такой постер, сделанный, по-моему, в Милане. Вы спросите, откуда я знаю, там просто на коробке написано, это постер с Билли Айлиш. И скоро она приезжает в Москву, по-моему, в Питере её не будет. Не будет, как и в других мухострансках, типа Челябинске, я уж не говорю про супермаленькие города. Да, но не расстраивайтесь, ребят, поверьте, в принципе, кроме Москвы и Питера, новые звёзды не приезжают, блин, даже в большие города. Я также хочу большое внимание уделить её мерчу. Никакого особенного такого прям супермерча здесь, конечно же, нет, как всегда. Как всегда, это какие-то брошюрки мои, мол, покупайте на официальном сайте. Это такая у нас рекламка, это вот у нас идёт её. Я так понимаю, она, кстати, очень любит ярко-зелёные, ярко-жёлтые цвета, потому что всё такое у неё с вот этим логотипом худи. Ну, блин, я бы хотел такую какую-нибудь сумочку, вот, не говоря уже о боксах. Тут есть прям боксы с её мерчем, прям шапки какие-то, подарочные издания, винил, аудиокассета даже в разных форматах. Короче, прикольная такая штука, всё это в таких ярко-зелёных тонах. Также у нас идёт вот такая прикольная штука. Это первый раз попадается в такое подобное в боксах, потому что я такое увидел, в принципе, знаете, в сушевоке. И вот когда нечего делать, когда родители заказывают суши, а детям там наложено разные вот такие всякие раскраски, и можно раскрасывать. Да, это раскрасывать. Это такая раскраска. Раску... Да, блин, что ли, заплетайся. Короче, это такая раскраска. Когда нечего делать, можно взять с собой в школу. Ну, правда, сейчас лето. Но в детский лагерь или куда-нибудь на дачу к бабке. Просто, когда нечем заняться, просто тупо можно поразукрашивать. Также у нас идёт канцелярский нож, или не канцелярский. В общем, фиг его знает, ребят. Жёлтые в теме Белялиш. Но зачем тут нож, остаётся только гадать. Пишите свои версии в комментариях, и лучший комментарий получит также 500 рублей. Короче, у тебя есть шанс выиграть и за коммент по поводу Белялиш 500 рублей, и за то, что для чего здесь ножик. Вот это тоже 500 рублей. Тысяча рублей можно купить. Столько вкусняшек. Хоть этот набор и для школьников, часто в таких коробках попадаются краски для волос, и они всегда, просто всегда разные во всех наборах. Я часто отдаю их подписчикам, потому что я не собираюсь красить свои волосы в такой цвет. Но 10 тысяч лайков я покрашу свои волосы в зелёный цвет. Хотя, в принципе, какая раньше большинство моих видосов от первого лица. И у нас идёт вот такая краска, обычно это Color Hair, как-то Crazy Color, а или Splat. Вот Splat, это европейская, по-моему, краска. Очень профессиональная, очень хорошая, вот как видите по девушке. Хотя в жизни, когда видишь девчонок с синими волосами, как-то, ну, так себе. Вот пастельные такие, розовые какие-нибудь, виниловые, ванильные, типа как у Мараны Баттери или у кого-нибудь, это, конечно, прикольно. А так, ну, в принципе, как если покраситься нормально. Ну, это хорошая краска, я знаю. Памп, Лил Памп, да, точно. Кстати, Лил Памп, старший Билли Айлиш. Лил Памп, ребят, на секундочку, которому сколько там, 18 лет. Также у нас идёт журнал с обложкой Билли Айлиш. Это американский журнал Stellar или русский. Нет, это американский. Never have Билли Айлиш. И она всё время в ярко-жёлтом цвете. Это, кстати, вообще, кто не знает, ярко-жёлтый цвет, это привлекающий цвет. И вот многие объявления именно в ярко-жёлтом, потому что он больше всего завлекает. Может, поэтому это связано. А может, мне кажется, это просто такой образ. Вот. Это у неё ещё, по-моему, не было. Даже синяя языка. Это за март 19-го года. А сейчас июль. С опозданием 4 месяца достаточно. Такой журнальчик. Кстати, журнал кому надо, могу тоже подогнать. Мне это, в принципе, не особо нужно. Также у нас тут вот такие стикеры-наклеечки с Билли Айлиш в двух видах. Первый это чисто как бы из её мерча. Вот такие прям миленькие. Да уж, очень миленькие такие. И это уже просто солнечная такая Калифорния. Гудес, хорошее настроение. Билли Айлиш, Калифорния, Лос-Анджелес. Короче, Централ Парк. Я, кстати, часто... О, это Фрэнс. Я, кстати, часто говорю слово прикольно, я недавно заметил. Поэтому сейчас стараюсь избавляться об этом. Вы постоянно пишите, что какого фига у тебя всё прикольно, всё прикольно. А чё, оно не прикольно? Также у нас идёт альбом Билли Айлиш. Это вот такая простая картонка-бумажка. Господи, если кто не скачал ещё ВКонтакте этот альбом или где-то, ну, можете себе на iTunes бесплатно закачать. У кого айфоны. А я думаю, это 99% всех школьников, судя по некоторым комментариям. У всех последние айфоны, по-моему, у меня старый Android до сих пор. Что ж поделать? Такое время живём крутое. Я, да, я до сих пор не могу успокоиться, что надо 3000 рублей школьнику на карманные расходы. Это типа норм в Москве. Какого фига, блин, 3000 рублей? Это дохрена. Тут, кстати, ещё идут такие поштучные наклеечки. Я их часто пропускаю, вот, тоже с Белялиш. Смотрится, конечно, мрачновато, если такую наклеить, как тогда, в прошлый раз, я хоть наклеил бабки на дачу, она чуть инфаркт не хватила. Ладно, я вообще все эти шутки про бабку, я прикалываюсь, на самом деле. Никакой бабки у меня не бывает Гая, дух. Я не помню, как это по-английски переводится. Также у нас идёт прям список концертный тур Белялиш. Как будто кто-то из России будет ездить, путешествовать за ней. Прям, конечно, да, у нас все такие мажоры, прям, обосраться. Белялиш. Но она приедет в Москву, и, ребят, я знаю, что многие хотят попасть там на её концерт вроде как, но не расстраивайтесь. На самом деле, в моём детстве была очень крута Наталья Арейра. И там, не знаю, девочки попасть на концерт Натальи Арейра. Это было Наталья Арейра, это было что-то просто вообще офигенное. Зато сейчас популярность её капец как упала. Её никто не помнит, даже, по-моему, в Аргентине. Поэтому она путешествует каждый год по России и бывает на вечернем Ургенте чаще, чем Галустян. Поэтому ничего страшного. Самое обидное, кстати, что большинство звёзд в Россию, бывает, вообще не заезжают. То есть, максимум, там, Москва-Питер. Ну, это грустно. У нас идёт вот такой прикол. Ну, кто не понял? Я думаю, большинство поняли всё-таки, что это такие капсулы крови. Короче, их проглат... Нет, не проглатываешь их, раскусываешь, идёт. Ну, я пробовал, как-то в каком-то наборе попадалось, по-моему, давным-давно. Но они не то чтобы на вкус, просто как-то не очень приятно. Но, с другой стороны, если в школе или в университете так замутить, поприкалываться над кем-нибудь, что, типа, тебе плохо стало или с кем-нибудь там подрался, там, реально, блин, мне кажется... На физре, например, да, на физре, как наша баба Аня, физручка, ёбый инфаркт просто схватил. Да, не, я вообще пофиг был на всё. Вот такие, блуд... Каспис, как тот написал блудные капсулы, типа, нет, неправильно, вы чё... Вот, сбили Алиш с ГУЧИ! ГУЧИ! Господи, как вы все стали забывать про Гучи! Мне даже, знаете, немножко жалко, и я ностальгирую по тем временам, когда Гучи был в хайпе, в моде. Вот, в этом году как-то не очень. В этом году вообще, в принципе, всё не очень. Всё как-то тухло, вяло так. Не знаю, нет каких-то супер-фрешменов новых, но что ж поделать. Также у нас, кстати, идут ещё американские линзы Air Optics. Короче, какие-то разноцветные линзы. Я не помню, чтобы она носила линзы. Я, в принципе, не фанат её творчества, но многие клипы мне её, капец, как нравится. Air Optics. Последний раз, когда линзы попадались в наборе, это был набор LJ ещё, и это было очень давно. Он, кстати, набрал уже миллион просмотров, можете посмотреть, минимал вроде как. И там были, да, вот эти белые линзы. Но сейчас-то тоже как-то уже не в хайпе, мне кажется. Вот реально кому-нибудь предложи, тебе, чувак, нужны белые линзы. У нас наклеечка на телефон, на айфон. И я даже не удивлён, что на айфон. Вот такая смутяшная Билли Айлиш, и это у нас идёт. Это не наклейка, это просто, короче, картонка вот такая. Тоже с Билли Айлиш. Правда, она не очень похожа. Такис. Что значит такис? Почему она любит такис? Такая штука, на самом деле. Я так тоже, кстати, аккуратно показываю. Вот, ребята, отгадайте, что это такое. Я обязательно напишу в комментариях ответ чуть позже. Но тот, кто угадает, я думаю, я закреплю тебя, чувак. И даже на тебя подпишусь. Мне кажется, это будет круто. Ну и, конечно же, кукла Билли Айлиш, которую я разберу, наверное, в инстаграме своём. Но не обещаю, ребят. Короче, просто ссылочку прикреплю в описании. Красавчик, что досмотрел до конца. Поэтому тебе отдельный респект. Напиши об этом в комментариях. Я тебе обязательно лайкну. Остальные будут думать, почему он именно их лайкает? В чём секрет? А вот, ребят, надо смотреть до конца. В общем, если вам понравился набор, как всегда, ставьте лайкосик. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Ну и, конечно же, надеюсь, вы нашли Билли Айлиш. Всем в отличном настроении. С вами был Витзиев. И, надеюсь, лето пройдёт у вас офигенно. Пау! Милые! Пау!